На сегодняшний день граждане России имеют право приобретать оружие для самообороны, для занятия спортом и охотой. Статистика показывает, что желающих получить лицензию на приобретение оружия в Карачаево-Черкесии стало больше, чем в прошлом году. В этом произошли изменения и в законодательствах об этом и не только на брифинге журналистам республиканских СМИ рассказал заместитель начальника управления, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Карачаево-Черкесии полковник полиции Эдуард Чумаев. Алла Динаева подробнее. На сегодняшний день на территории Карачаева-Черкесии около 21 тысячи людей, в пользовании которых имеется более 30 тысяч единиц различного вида оружия. Около 18 тысяч – это владельцы гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия. А еще популярностью пользуются оружие огнестрельно-ограниченного поражения, как в народе называют это травматы. А охотничьи с нарезным стволом имеют более 5 тысяч жителей республики и наименьшей популярностью пользуются газовые револьверы и пистолеты. 11 месяцев текущего года за различные правонарушения, связанные с оборотом оружия, подразделениями лицензионно-разрешительной работы и также Министерством внутренних дел к административной ответственности привлекли более полутора тысяч владельцев оружия. Граждане России, имеющие в пользовании на законных основаниях оружие, должны четко соблюдать правила хранения и, конечно, его использования. А с 29 июня текущего года в силу вступил ряд изменений и одно из них – то, что возраст, при котором можно приобретать гладкоствольное длинноствольное охотничье оружие, поменялся с 18 лет на 21 год. Далее не будет выдаваться лицензия на приобретение оружия. Лицам, которые были осуждены за совершение преступления, связанных с оборотом оружия. То есть он по жизни не может получить. Привлекался, осужден был, независимо от того, что эта судимость снята или погашена. То есть нарушил правила оборота оружия, незаконно хранил, и ты уже по жизни не можешь получать. Пожизненно не получат лицензию на приобретение оружия и лица, совершившие насильственные действия в отношении несовершеннолетних и совершившие два и более преступления. Кроме того, лица, совершившие преступления, особо тяжкие в отношении с применением оружия, тоже не могут получить лицензию на приобретение оружия. Кроме того, лица, совершившие административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрен административный арест, будут лишаться имеющихся лицензий. И в течение года те, которые имеют действующие административные, не получают. Не получают также лицензии лица, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Нами на постоянной основе ведется работа по выявлению лиц, у которых возникли обстоятельства, исключающие дальнейшее владение оружием, имеющееся разрешение аннулируется и оружие изымается. Сказал, завершая брифинг, заместитель руководителя Росгвардии Эдуард Чумаев. Аладзинаева, Олег Бастанов, Вести, Карачева, Черкисия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!